Основатель Мерия Национального Единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумаль Рахмон, в ходе рабочего визита в город Пенжикен Сагдийской области, в селении Бостон-Дехи, Саразма, ознакомился с рациональным использованием приусадебных участков братьев Абдурауфа и Адхама Ваисовых. Братьям Ваисовым принадлежит тысяча квадратных метров земли, из которых 10 соток сельхозугодия. Фермеры эффективно используют каждый дюйм земли и выращивают различные культуры, включая помидоры, огурцы, морковь, картофель, лук, репу, капусту, сладкий перец, кукурузу, фасоль и другие культуры. В хозяйстве Ваисовых уделяется большое внимание садоводству. Основу его сада составляет шесть видов фруктовых деревьев. Следует отметить, что братья Абдурауф и Адхам Ваисовы ежегодно получают два урожая с этого приусадебного участка и, помимо удовлетворения потребностей семьи, продают разнообразную продукцию. В этом году фермеры увеличили посевные площади под картофель вдвое и получили хороший урожай. На данный момент братья собрали уже второй урожай. Лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, поблагодарил семью Ваисовых за эффективное использование земли и тем самым поддержку политики правительства Республики Таджикистан, а также дал полезные указания братьям по увеличению производства и развитию садов и виноградников. Здесь же президент страны осмотрел продуктовые запасы этой семьи. Каждый год женщины семьи Ваисовых консервируют различные продукты питания, в том числе варенье, фруктовые соки и различные салаты, приготовленные из собственного урожая. Кроме того, у семьи заготовлены на зиму запасы картофеля, лука, моркови, риса и бобовых, которые также выращены своими руками. Глава государства, уважаемый Эмамали Рахмон, высоко оценил мастерство женщин семьи в приготовлении национальных блюд. Братьям Абдурауфу и Адхаму Ваисовым были вручены подарки от лидера нации за поддержку политики правительства по эффективному использованию земли. Следует отметить, что в селах, где проживают братья Ваисовы, проживают более 30 тысяч человек, и все они получают до двух урожаев в год за счет рационального использования приусадебных участков.